На перекус в школе дети нередко покупают на карманные деньги чипсы, шоколад и газировку. Подкрепиться после активной умственной и физической нагрузки ребёнку необходимо. Во время занятий энергии и сил уходит достаточно много. Однако питание нужно подбирать тщательно. Идеальный перекус, чтобы избежать проблем с желудком, молочные продукты, фрукты и овощи, чистая вода. Соки в качестве перекусов сильно ими увлекаться не надо, потому что соки, первое, они обладают достаточно высокой концентрацией. И чтобы их пить, всё-таки их лучше разбавлять водой, чтобы они не раздражали желудок, слизистую желудка. И второе, соки содержат достаточно много сахара. Поэтому употребление большого количества сахара тоже не рекомендовано. Врачи предупреждают, перекус не заменяет основного приёма пищи. Завтрак, обед, полдник и ужин должны быть полноценными. Для этого в школах работают столовые. С 1 сентября учащиеся первых четвёртых классов получают бесплатные горячие завтраки. Примерное меню было разработано с учётом всех физиологических потребностей детей, особенностей детей этого возраста. Учитывали все требования санитарных правил. И с этим меню можно познакомиться на сайтах образовательных организаций и на платформе «Умный Саров». На сайте «Умный Саров» родители школьников также могут заказать и оплатить горячие обеды. Стоимость одного – около 80 рублей. Мария Кощиенко – мама четвероклассника Вани. Женщина уверена, если ребёнок получает полноценное школьное питание, большие перекусы ни к чему. Ребёнок у меня питается рационом школьного питания. Меня это устраивает. То есть у нас бесплатные завтраки. Обеды мы покупаем. Могу ребёнку положить для перекуса фрукты, яблочко, бананчик, водичку. Будет ли школьник питаться в столовой или самостоятельно – решать родителям. Самое главное – для здоровья и активности ребёнка, чтобы питание было регулярным и правильным. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.